Сделано в Абакане Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире телеканала Абакан 24. Мы продолжаем проект Сделано в Абакане. Мы рассказываем о предпринимателях, которые делают свой бизнес в нашем городе и в республике Хакасия. Прямо сейчас мы отправимся в Артек. Нет, это не детский лагерь, а производственная компания, которая уже на протяжении 20 лет изготавливает окна и двери. Что происходит именно в этом цехе? Это сборочный цех ПВХ конструкции. Непосредственно сборка, распил профиля, сборка окон, ну а также запакетивание. Скажите, пожалуйста, здесь все делают машины или есть ручной труд человеческий? Без человеческого труда никуда, то есть все равно. Основную часть выполняют машины, но машины без человека работать не смогут. Например, основной это распиловочный центр, который непосредственно производит распил профиля, фрезеровка дренажных отверстий. Здесь, получается, все начинается и дальше? Дальше идет сварка профиля. Ну это там нужно показывать. Сварка, сборка, установка фурнитуры. Предприятие работает с 2006 года. Насчет автоматизации, получается, ну нет, конечно, все постепенно автоматизировалось. То есть начиналось с простого, потом уже были приобретены более сложные линии. Что в основе производства пластиковых окон? Ну, в основе производства пластиковых окон лежит, конечно, пластик, ПВХ-профиль, но и также армирование. То есть тут получается основной шум из армирования тоже возникает. Армирование, ПВХ-профиль армируется металлическим профилем для большей жесткости. Скажите, пожалуйста, вот в этом цехе в один день сколько можно изготовить заготовок для окон? Примерно? Примерно более 500 комплектов. Весь этот процесс, он поэтапный, я так правильно понимаю? То есть там разрезали, а здесь что, собирают? А здесь сборка происходит. Вот это что такое? Это импас. Импас. Расскажите нашим зрителям, что это? Ну, если простыми словами, это перегородка в окне. Называется импас. Непосредственно на сборочных столах устанавливают импас в раму. То есть он защищает от чего-то или как? Он делает, если посмотреть, он контур делит напополам. То есть для того, чтобы, например, одна часть окна была глухая, другая со створкой. Ну, или обе части глухие. Нужно ли многому много учиться, чтобы они были в раме, другая со створкой, другая со створкой? Чтобы работать на таком производстве. Ну, вы долго учите своих коллег? Конкретно отдельно, где-то профессионального училища нету. Все обучение происходит на производстве. Ну, в среднем. Тут сложно сказать, долго-недолго. Все зависит от человека. Кто-то быстро научится, кто-то подальше. А самые основные качества у людей какие здесь должны быть? Самые основные качества? Ну, самое главное – качество желания работать. И переносить шум, наверное. На предприятии, по большому счету, побывали впервые. И действительно, предприятие является лидером производства пластиковых и алюминиевых окон как в городе Абакане, так и в республике Хакасии. Производство технологично, современно. И предприятие не стоит на месте и постоянно развивается. Хочется пожелать, чтобы данное предприятие, конечно же, развивалось, росло. На предприятии уже практически под 100 человек работающих. И, конечно же, нам хочется, чтобы предприятие росло и в дальнейшем. Александр, что здесь у нас происходит? Что мы здесь можем увидеть? Это стекольный цех. Здесь происходит непосредственно нарезка стекла, нарезка рамки дистанционной, сборка стеклопакетов. Вам здесь тоже помогают машины? Какие? Вот мы видим, что огромные листы стекла, их режет машина. Расскажите об этом производстве, об этих машинах. Здесь происходит непосредственно нарезка стекла для стеклопакетов. В автоматическом режиме дальше происходит сборка стеклопакета. Ну и при нарезке стекла все равно необходим ручной труд. Машины отдельно без человека работать не могут. Из шумного цеха мы перешли в магазин шоурум, где мы видим очень красивые оконные системы, двери. Евгения, вы старший менеджер зала. Расскажите, пожалуйста, есть ли мода на окна? Мода на окна есть. Сейчас существуют тенденции, которые мы внедряем в производстве наших окон. Различные новые цвета, профильные системы с индивидуальным покрытием. То есть все поменялось с тех пор, когда в нашу жизнь пришел обычный стеклопакет, так? Да, конечно. Раньше стандартно было белые окна, что-то под дерево, различные цвета под дерево. Сейчас меняется мода, меняются тренды. Используются сейчас окна при строительстве, под окраску, какие-то новые цвета, новые покрытия. Сейчас клиенты требовательные? Очень. В чем это заключается? Больше каких-то дизайнерских, скажем так, идей у клиентов. Иногда на грани возможностей наших. Но мы стараемся каждому клиенту найти индивидуальный подход, предложить интересный вариант, который подойдет именно ему. Вот я вижу действительно, что окна и двери разных цветов. Ну получается, основа-то пластик, да? Основа-пластик, да. Но пластик сам, он тоже разного цвета. Он, скажем так, подходит к определенным группам цветов. Он может быть внутри белого цвета, коричневого, серого цвета. И то есть к определенному цвету покрытия идет, скажем так, подложка цвета, которая будет максимально к восприятию, скажем так, подходить человека и создавать общую картинку. При расчете теплотехники всего здания, то есть учитываются все показатели и крыши, и стен, скажем так, и окна, имеют немаловажную роль, потому что сейчас остеклению отдается особая роль, скажем так, потому что идет, скажем так, расширение границ, и люди предпочитают, наши заказчики, максимально открытые окна с большими стеклопакетами. Если есть стеклопакет, значит, есть у человека, скажем так, потребность сэкономить тепло, потому что холод выходит из, то есть холод с улицы, он проникает к нам через именно стеклопакет, не через сам профиль. И поэтому мы стараемся заказчику предложить максимально теплый вариант, скажем так, комфортный. Используем различные стеклопакеты с энергосбережением, то есть и сами профильные системы подбираем заказчику, именно, чтобы было тепло, уютно и тихо. Пластиковые окна и двери – это неотъемлемая часть современного дома или офиса. Застекленные балконы, лоджии – все это делает наши дома современными и комфортными. Но есть и новые технологии, которые позволяют сделать так, чтобы вы остались незамечены. Евгения, мы продемонстрировали сегодня нашим зрителям смарт-систему. Скажите, пожалуйста, вас, как менеджера, который видит за день очень много разных окон и, наверное, то, что еще в разработке, вас такие моменты удивляют или вы, в принципе, уже не так восторженно ко всему относитесь? Ну, почему? Меня удивляет это, конечно, для меня смарт-стекло – это вообще волшебство, скажем так, да. То есть у нас, насколько мне известно, в городе и в Хакасии нет выставочного образца, где можно продемонстрировать смарт-стекло. У нас в офисе он представлен, а заказчики спрашивают, делают расчеты, заказывают. Очень интересна данная позиция для входных дверей, для ванных комнат, душевых, которые открыты, окна на террасу выходят. Субтитры создавал DimaTorzok Компания «Артек» в Абакане. А может быть, и не только в Абакане? Ну, у нас, получается, мы стеклим многоэтажные дома, детские сады, школы. Много частных клиентов заказывают. Много окон едет в другие регионы. Туа, даже Монголия. Скажите, пожалуйста, вы когда видите результат своего труда, вы гордитесь этим? Что можете сказать? Непосредственно очень сильно горжусь. Пластиковые окна компании «Артек» устанавливаются много в разных домах, в частном секторе. Компания, то есть мы единственная компания в регионе, которая работает с профилем «Века». Профиль «Века» себя зарекомендовал уже давно. На самом деле у нас в республике сейчас идет активное строительство. Мы все видим, что по воду жилья и по квадратным метрам мы занимаем лидирующие позиции. Соответственно, в следующем году у нас и стартует капитальный ремонт. Это очень много будет взамен окон в школах, в детских садах, именно на территории республики Акасия. Мы считаем, что перспективы для роста есть. И я, наверное, с Виктором Николаевичем соглашусь, что у нас на сегодняшний день строительство – это главный драйвер экономики. И поэтому в дальнейшем предприятие будет только развиваться. Не спросили руководителя, санкции как-то повлияли на производство? На самом деле санкции повлияли на любого руководителя, так как используют все-таки импортное оборудование. Это немецкое и австрийское. Основная проблема – это, конечно, с запчастями. Мы это тоже сейчас обсудили. В принципе, попробуем порешать вопрос как раз поставки тех или иных запчастей на оборудование. Нам предоставит компания номера. И попробуем все-таки помочь найти альтернативные источники привоза данных запчастей. На ваши окна есть гарантия? Да, конечно. Согласно законодательству Российской Федерации, есть гарантия на окна. И такой последний вопрос. Мы видим, что окна, которые представлены здесь в магазине «Шоурум», но строится у вас еще одно большое помещение. Да, выставочный зал строится, шоурум новый. То есть, возможно, скоро мы и там увидим новые системы. Да, там будут новые системы, инновационные технологии. Очень все красиво. Новый дизайн. Я к чему это спросила? Потому что я вижу, что каждое окно у вас, вот даже здесь в этом магазине, оно олицетворяет интерьер дома, где оно будет установлено. У нас на выставке представлены окна разного стиля, скажем так. И можно посмотреть вот далее. Вы считаете, окна и двери – это, прежде всего, сейчас украшение дома? Да, конечно, я соглашусь с вами. Это неотъемлемая часть интерьера, которая делает картинку цельной. Если есть мебель, полы, скажем так, стены, обои, то я думаю, что если будут стоять красивые окна, входная группа красивая, то все это гармонично будет связано между собой и едино по стилю. Арттек, что означает арт-технологии. Мы видим, что у компании Артек большие планы на будущее. Возможно, производство будет расширяться. И мы надеемся, что в нашем городе появятся новые рабочие места. И это был проект «Сделано в Абакане». Увидимся уже в следующую среду на телеканале «Абакан-24». Сделано в Абакане.